В интернете есть карта движения общественного транспорта. Здесь можно посмотреть, в каком месте находится определенный маршрут. В данном случае нас интересует 24-й. Итак, смотрим на линии 8 автобусов. Один из них сейчас движется по проспекту Ленина, подъезжает к медицинскому университету. Ближайший от него автобус, который идет в этом же направлении, и поворачивает на улицу Матросова. Дарья Харькова, барнаульская студентка, регулярно передвигается по городу на 24-м маршруте. Там, где живет девушка, особого разнообразия в маршрутах нет. Бывает, что по долгу нет и 24-го. Приходится заказывать такси, ведь главная черта Дарьи – пунктуальность. Особенно в учебном году очень сложно к первой паре добираться, а так сейчас вполне комфортно. А вот насколько пунктуален общественный транспорт, решили выяснить представители гражданского патруля. Под видом простых пассажиров они вышли на остановки города и вместе со всеми ждали. В частности, 24-го. Заключение. Автобусов мало, по выходным на линии работает всего три машины. В основном это некомфортные пазики. Организация направила обращение, наша юридическая служба, в органы прокуратуры. Почему так, скажем, жестко такие меры были приняты? По той простой причине, что наши же, опять же, участники уже писали обращения. В комитет по транспорту им ответили, что да, не до выпуск, мы приносим извинения, сделать ничего не можем. Руководитель предприятия, который обслуживает 24-й маршрут, не отрицает, что в летний период, когда многие в отпусках, а студенты на каникулах, на линию из 15 положенных выпускают 8-10 машин. По словам Георгия Шмидта, 24-й, не самый востребованный автобус прибыли он не приносит. Периодически и вовсе встает вопрос о ликвидации этого маршрута. После того, как дистопливо выросло, ряд налогов поднялся, коммунальные, мы такие же оплательщики коммунальных услуг и все остальные. У нас складывается так, что мы практически должны еще были остановиться в декабре месяце. В смысле, закрыть маршрут? Да. Он настолько вообще не рентабельный? Вообще не рентабельный. Вообще не рентабельный. По сравнению, например, с 20-м маршрутом, который в любое время суток переполнен, мы возим воздух, говорит Георгий Шмидт. При этом требования к качеству перевозок и оснащению предъявляют на равных. Например, установка тахографов, которые должны появиться во всех, без исключения автобусах для контроля скорости, режима труда и отдыха водителей. Стоимость одного прибора более 30 тысяч рублей. И его покупка, по словам Шмидта, ложится на плечи предпринимателей. А пока многие пассажироперевозчики с ужасом ждут похолодания. С морозами заметно увеличится расход топлива на прогрев машины и салона. Если при этом не подрастет стоимость проезда, некоторые предприниматели уже говорят, что покинут рынок. Являются ли все эти причины весомыми, разберется прокуратура, в которую обратилась общественная организация. Ну а в планах гражданского патруля еще один рейд. Поступили очередные жалобы от пассажиров. На этот раз на работу автобуса номер 1 и 9. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok